Уважаемые коллеги, сейчас 11.30, время начинать наш семинар. Семинар поведут Татьяна Викторовна Леденёва и я, Нина Антонна Зимкевич, мы представляем МГИМО, от имени которого и от ОРК-комитета. Мы вас сердечно приветствуем и желаем вам успешно выступить и обменять сомнениями и вынести то, что будет полезно для всех нас в эту, в общем, не совсем лёгкую пору. Давайте в нашей секции 11 участников, 11 докладчиков. Вы не против, если мы сделаем коротенькую перекличку? Первым у нас по списку идёт Андрей Андреевич Кузнецов, я вижу, он есть. Да, да. Любовь Кстюсина тоже Орлова, пока нет, да? Пока нет. Она идёт по списку следующей. Сергей Сергеевич есть, Мурунов. Мурунов, наверное, да? Да, Мурунов. Мурунов, Мурунов. Приветствуем вас в тормозе. Приветствуем вас, да. Дмитриева Ольга Анатольевна? Пока нет. Пока ещё не подключилась. Анна Сергеевна Антонова? Тоже нет? Тоже нет? Анна Антонова вот сейчас подключается. Она подключается. Хорошо. Мария Александровна Зубкова и Марина Владимировна? Зубкова подключается. Зубкова подключается. Очень хорошо. Елена Станиславовна и Елена Александровна. Добрый день. Добрый день. Привет, привет Санкт-Петербургу. Привет Санкт-Петербургу. И немецкому языку. Да, да. Ольга Евгеньевна Ельцевич была в первых рядах. Да. Рада вас видеть. Которые у вас там час в Тюмени. Вечер уже. Да. Евгения Владимировна Александрова тоже мы отметили, да? Тоже сам присутствующий. И Александра Валерьевна Глотова и Раиса Валерьевна Дарагет. Да, мы здесь. Мы на месте. Да, мы вас приветствуем персонально. Мы здесь. У нас с вами время до 14.30. Регламент, так как он указан в программе, 10 минут на выступление каждому. За 2 минуты до окончания выступления наш ассистент предупредит вас о том, что у вас осталось 2 минуты. И затем по окончании выступления обсуждение, да? Обсуждение очень важная часть любой конференции, любой дискуссии. И мы встречаемся здесь не только для того, чтобы выступить в заготовленной речи, но я думаю, что вот это живое общение, это самое важное и самое ценное, что может быть. Все разница всем живое, но я надеюсь, что экран не помешает нашему общению. Поэтому, чем больше будет вопросов и чем больше будет ваших комментариев, тем больше толку нашей сегодняшней конференции. Да, ну, в общем, на обсуждение каждого доклада по регламенту дается 5 минут. Вот, учитывая наш запас времени, мы можем позволить себе чуть больше. Несколько чисто технических вопросов. Мы просим вас отключать ваши микрофоны, когда выступает кто-то другой. И включать, естественно, когда вы задаете вопросы. Пожалуйста, проследите за этим. Ну и просьба, которая исходит и от Орбкомитета, сконцентрироваться на самых существенных аспектах своего доклада и, возможно, по возможности не зачитывать написанную или подготовленную публикацию статьи. Таким образом, нам удастся провести такое действительно живое, заинтересованное обсуждение. Если вдруг у кого-то будут технические неполадки, все смещается, даже на саммитах по климату, как вы помните, то лучше тогда перенести на более позднее время. Мы просто поменяем с вами очередность. Ну, как бы, общие замечания у нас завершились. Еще раз мы вас приветствуем, welcome и желаем всем успеха. Спасибо. Андрей Андреевич Кузнецов вам предоставит слово. Спасибо большое. Я тогда включу презентацию, с вашего позволения, и начну. Сейчас на весь экран я сделаю, секунду. Здравствуйте, дорогие коллеги. Сегодня я хотел представить вашему вниманию доклад на тему «Перспектива модернизации формата электронной образовательной среды «Кроссплатформенный проект в условиях смешанного и сезонного обучения». Для начала я хотел бы сказать, что я здесь представляю Государственный институт русского языка имени Пушкина, а именно кафедру методики преподавания РКИ. И темой «Кроссплатформенных проектов» я стал заниматься с 2016 года, когда начал писать свою кандидатскую диссертацию по теме «Организация кроссплатформенных курсов для обучения иностранных граждан русскому языку в условиях самостоятельной работы и смешанного обучения». Для начала проблематикой моего исследования являлось следующее. То, что на современном этапе существует огромное количество разнообразной информации с точки зрения использования ИКТ-технологий. Это и полезные ресурсы, и электронные библиотеки, это и онлайн-сервисы Web 2.0, которые известны из работ Тима Орейли. Но и особое развитие получили в последнее время электронные образовательные среды. Вспомним тот период как раз пандемии. В марте 2020 года все в УЗИ России и зарубежья перешли в дистанционный формат. Особое внимание стоит обратить на то, как мы начали обучать иностранных граждан. А именно я преподаю бакалаврам иностранным гражданам русский язык, как иностранный, посредством дистанционных технологий, поскольку многие из моих участников все находятся в своих странах и не имеют возможности вернуться в Россию. Хотелось бы отметить, что большое развитие в момент начала пандемии получили электронные образовательные среды. Но возникла большая проблема, что все вот эти электронные образовательные среды в большинстве своем представляют западные разработки. Это очень печально, поэтому мной было предпринято решение еще до начала пандемии разработать свою собственную электронную образовательную среду, свой собственный такой тип электронной образовательной среды для обучения не только иностранных граждан, но и других учащихся в том числе. Но здесь я ориентировался не только на то, чтобы обучать студентов, но и то, чтобы эта среда была удобна для моих коллег, преподавателей, причем не только преподавателей КАИ, но и других дисциплин. Поэтому для того, чтобы разработать свой собственный формат, как распространенный проект, я исследовал следующие моменты. Это дидактические свойства и функции социальных сервисов ФЭП 2.0, нормативные акты и законы, которые регламентируют образование, использование дистанционных и электронных технологий при обучении на разных уровнях образования, в том числе и среднего, и высшего, а также методику преподавания русского языка как иностранного и других иностранных языков для использования уже совместно и электронных образовательных технологий, и методики, чтобы это все было вместе. Скажу сразу, что я, например, не разделяю позицию то, что методика преподавания РКИ – это какая-то отдельная дисциплина от методики преподавания иностранных языков. Ведь для иностранных, учащихся, русский язык для нас является каким-то другим. Иностранный язык для наших учащихся, поэтому русский как иностранный можно рассматривать как иностранный язык через методику преподавания иностранного языка. Но перейду к следующему. Какие проблемы возникли на момент появления пандемии в нашей стране? Это быстрое развитие ИКТ, но в то же время был недостаточный уровень ИКТ-компетенции у преподавателей. За прошедший год достаточно многое изменилось. Большое количество преподавателей повысили свою ИКТ-компетенцию на вебинарах, например, порталы образования Русского Мусорца и Института Русского языка имени Пушкина или в издательствах Юрайт, Златоуста и многих других. Но это не решило некоторые проблемы, например, такие как политические ограничения. К примеру, Zoom сейчас нельзя использовать в Крыму только посредством VPN. Это тоже большая проблема. Сейчас наблюдается большая конкуренция на уровне образовательных платформ. В том смысле, что некоторые вузы, в том числе наш, используют западную разработку Canvas, и кронообразовательство Canvas. Другие вузы используют, например, LMS Moodle, Московский по техническому университету. Но если обратить внимание на исследователей из Уральского федерального университета, то они уже используют российскую разработку от компании Hypermethod и Learn и Class. Здесь указан исторический аспект, как развивалось дистанционное обучение в Российской Федерации. На данном этапе происходит третий этап. Здесь только указано два. 17-1993 годы первый этап, 93-2010 это второй этап. Сейчас уже переход идет на использование мобильных технологий, технологий QR, а также технологий дополненной реальности. Например, в Институте Пушкин сейчас особое внимание уделяется использованию QR, VR и AR технологий в обучении иностранных граждан. На сегодняшний момент. В 2015 году мной был открыт проект Plant Teach Online, который ориентирован на обучение иностранных граждан. То есть там можно найти разнообразные материалы по использованию на уроках, как в смешанном, так и в дистанционном форматах. Для чего был создан этот проект? Ведь любой учащийся выпускник, он уже профессионал, специалист в своей области. Но он должен быть специалистом не только в своей области, но и в смешанных дисциплинах. Поэтому, когда мы обучаем иностранных гражданин русскому языку, мы не должны забывать о том, что он должен узнать не только язык, но и культуру страны, изучаемого языка. Последнее, мы должны научить его профессиональной языковой коммуникации со своими коллегами на русском языке, учитывая, что русский язык не является его родным языком. Поэтому для того, чтобы... Угламинатый. Да, хорошо. Поэтому для этого нужно сформировать типы заданий и библиотеки информации для того, чтобы и преподавателям, и участницам было удобно. И здесь указана как раз сама дидактика. Я поэтому комментировать здесь особо не буду. И перейду сразу к следующему. Какие недостатки существуют у электронных образовательных средств сегодня? Большое количество информации и кнопок на одной платформе. И отсутствие полноценной поддержки мобильных устройств как средства получения образования для студентов и дополнения контента для преподавателей. Поэтому наш тезис, что кросс-платформный проект – это, во-первых, сеть онлайн-сервисов, объединенных на личный сайт преподавателя. Это один сервис Web 2.0, одна учебная задача. И как я уже здесь сказал, что все сервисы объединены в одну среду на базе личного сайта преподавателя. В перспективах развития – это формирование мультиплатформенных онлайн-курсов с использованием QR, VR и AR технологий для удобства преподавателей и студентов. Здесь указаны компоненты среды Language Teaching Online. И здесь указаны площадки апробации. В этих публикациях вы можете также познакомиться более подробно с проектом Teach Online. Последняя статья вышла в 2021 году в Вестнике Московского университета в серии 20 педагогическое образование. Ее название здесь. Спасибо большое всем за внимание. Надеюсь, что я уложился по времени. Спасибо большое. Если есть вопросы, я готов на них ответить. У меня есть вопрос, Андрей Андреевич. Вы не успели, по-видимому, ввиду ограниченности времени, рассказать о том, что было заявлено в ваших тезисах. Требования к преподавателю как организатору образовательной среды данного формата. Да. Что в данном случае зависит от преподавателя и каковы требования к преподавателю при работе в этой среде? При работе в этой среде, это, во-первых, я уже указывал сейчас в докладе, это ИКТ-комформирование, ИКТ-компетенция. Это первое. То, чтобы преподаватель в будущем, он имел возможность не только преподавать свой предмет, но и организовать свою собственную такую виртуальную среду небольшую для обучения иностранных граждан. Для этого нужно повысить ИКТ-компетенцию, знать социальные сервисы ВФ 2.0, которые можно использовать, как хранятся и где можно сохранить результаты, где их можно посмотреть и так далее. Также нужно говорить о том, что постоянное повышение ИКТ-компетенции позволит вам и нам, как преподавателям, не только быть специалистами в одной области, но и в смешной области. Например, вчера я выступал на конференции в МПГУ, и у нас руководитель секции был, он сказал, говорит, мне очень удобно, когда, говорит, у меня три высших образования, два технических, одно филологических, филологическое. И я очень рад тому, что я могу понимать и техническую сторону вопроса, и свою специальность. В этом, конечно, большой плюс. А как быть тем, у кого только филологическое и педагогическое образование? Филологическое и педагогическое. Я уже сказал, повышение квалификации за счет бесплатных вебинаров на портале образования на русском, например, или в обязательствах Юрайд, Золотоуст и многих других. Сейчас очень много разных бесплатных вебинаров. Даже на YouTube можно зайти и смотреть вебинары. И отвечу еще на этот вопрос. Смотрите, когда началась пандемия, мной был разработан ресурс Distant Service Совета Инструкции. Это YouTube-канал, на котором вы можете познакомиться с социальными сервисами Web 2.0 для своих обучаемых и для себя, чтобы как с ними взаимодействовать в условиях дистанционного обучения. Ссылочку я сейчас сброшу в чат. Спасибо. Это тоже поможет, я надеюсь. Спасибо. У нас еще есть время на вопросы. Пожалуйста, дорогие коллеги, пользуйтесь случаем. Задавайте вопросы. Наверняка многие уже начали работать и в Moodle. Может быть, кто-то в Canvas. Может быть, кто-то работает на другой платформе, которая вам нравится больше, чем в Moodle или Canvas. Можно задать вопрос, да? Да. А вот хотелось бы тогда узнать, поскольку мы работаем в Moodle и в системе Мераполис. Это как-то похоже или это полностью отличается от вашей разработки? Это отличается в том смысле, что Мераполис и Moodle, они как бы единая среда в одном месте. Но бывают такие моменты, что… Извините, подождите секунду. Все. Они, конечно, различаются, потому что все в одной среде, и это большая проблема. Например, в Томахов-Бельтехе, я с коллегами общался, у них большая проблема, большое количество информации в одной среде, и среда просто виснет. А у меня разработана вот эта среда на основе личного сайта преподавателя, а остальные учебные задачи распределены по различным онлайн-сервисам, которые присоединены гипертетической разметкой к моему личному сайту. В качестве примера могу прислать… Извините, может быть, чтобы не уточнить, у меня нет технического образования, но я так понимаю, что суть заключается в том, что здесь на вашей платформе преподаватель является агентом действия, а вот Мераполис – это больше университетская структура, которая просто раздает права преподавателям, и они в рамках конкретного времени, в рамках данных им прав что-то делают. А вы предлагаете именно преподавателю разрабатывать курс на основе конкретной вашей платформы. Это так? Да. То есть преподаватель является главным? Преподаватель является администратором своей среды. Да, да. Хорошо. Абсолютно. Спасибо большое. Чтобы не привлекать технический персонал для решения определенных задач, поскольку мы с Canvas очень много в институте Пушкина имели проблемы, то, что преподаватели не были готовы загружать, и мы были вынуждены обращаться к техническому персоналу, чтобы они загружали уже материалы, которые представили им преподаватели, а на это уходит время. Тоже большая проблема. Спасибо огромное. Я думаю, что если у нас еще останется время, то вопросы будут еще к вам в процессе нашей сессии. Мы оставляем такую возможность за собой. Спасибо огромное. Следующий выступающий у нас Орлова любовь. Я думаю, что мы еще вернемся тогда к этим. Сергей Сапеевич Мурунов, слово предоставляется вам. Благодарю. Сейчас я запущу демонстрацию. Итак, прошлогодний карантин указал на некоторые недостатки в текущей практике применения информационно-коммуникативных технологий в обучении иностранным языкам. Безусловно, устоявшиеся методики позволяют полностью перенести образовательный процесс в виртуальное пространство. Однако данный перенос может повлечь некоторые нежелательные посредствия. Они могут выражаться как в техническом плане, то есть в средстве неготовности преподавательского состава и самих учеников пользоваться этими технологиями, как показано на этом сайте, так и в плане методическом. Это влечет уменьшение контроля за образовательным процессом, проблемы с мотивацией дисциплины и самое главное – снижение количества межличностных взаимодействий, которые чрезвычайно важны для образования языкового характера. Исправить это можно с помощью веб-квестов. Мы рассматриваем ИКТ-компетенцию как совокупность знаний о функционировании интернета и навыков пользования интернет и программными ресурсами. И самой главной характеристикой грамотной в ИКТ личности мы считаем способность к самообразованию, которая развивается во время самостоятельного поиска и анализа информации в сети интернет. Создаваемая дистанционным обучением информационно-образовательная среда располагает широким спектром средств совершенствования коммуникативной ИКТ-компетенции, но на первых порах информационно-коммуникативные средства уступают скорее как способ повышения мультимедийности и интерактивности занятий. Только при достижении среднего и среднепродвинутого уровня владения иностранным языком данные компетенции могут развиваться паритетно. Исходя из этих особенностей, мы формулируем следующие критерии для искомой методики. Это возможность пользоваться большим количеством интернет-ресурсов, автономность учащегося при выполнении заданий и выраженная коммуникативная направленность. На эти требования отвечают веб-квесты. Они были разработаны Берни Доджем в 90-е, и, к сожалению, изначальная форма несколько потеряла актуальность, потому что тогда была другая эпоха, был веб-1.0, сайты имели иной дизайн, иной функции и так далее. Однако сама структура данной методики может быть перенесена в текущие реалии без каких-либо критических посредствий. По своей сути, веб-коддание является завершением линейки интернет-методик, на первой ступени которой стоит список по теме. Он является самым простым в структурном плане, да и в плане исполнения также. Это просто перечень текстовых ресурсов, которые расположены в сети интернет. Далее следует мультимедийный черновик. Отличается он от предыдущего лишь тем, что в нем доступны аудио, видео, графические и различные интерактивные материалы. После следует охота за закроющими. Это материалы для поискового чтения и пример задания. Материалы для аналитического понимания, материалы для изучающего чтения, которые впосредствии будут использованы для продукции речи. Веб-задание фактически вмещает в себя все эти структурные элементы и все эти свойства. В нем мы можем выделить несколько частей. Это введение, в котором приводится цель выполнения этого задания, а также распределяются роли после самого задания непосредственно. Формулируется проблематика, а также выдаются требования к конечному продукту. После дается процесс или маршрут выполнения. Это тот самый перечень ресурсов, который встречается в списке по теме или же мультимедийном черновике. И к этому перечню также дается инструкция по взаимодействию с этими ресурсами. После идет оценка, выдается оценочный бланк, заполняется, и он является таким образом средством контроля усвоения знаний. И потом в заключении суммируется опыт учеников, а также даются перспективы использования полученных знаний и навыков во время этого веб-задания. Последние две части, они делаются не сколько для учеников, сколько для преподавателей. Список использованных материалов – это перечень ресурсов и выходные к ним данные. И последняя часть информации для преподавателей нужна для того, чтобы другие учителя могли воспользоваться этим же методическим ресурсом. Там идет краткое описание самого веб-задания, а также инструкции для преподавателя по его применению. В классификации веб-задания выделяют несколько типов. Все они могут быть соотнесены с учебными действиями анализа, синтеза и дискуссии. И эта группировка по действиям также позволяет выделить развиваемые навыки. То есть анализ – это перцептивные навыки, навыки чтения и слушания, а также навыки по оцениванию информации в сети интернет и ее поиску. Далее идет синтез. В основном навыки асинхронной коммуникации. И в конце – непосредственно дискуссия. Навыки синхронной коммуникации. Выделенные учебные действия можно рассматривать как последовательность выполнения задания. В квесты можно разделить на краткосрочные и долгосрочные. Первые проводятся в рамках одного или трех занятий и нужны они для поиска новой информации. Долгосрочные. Нужны для углубления предметной составляющей иностранного языка. То есть для поиска каких-то специфических знаний. И могут длиться они, в принципе, до одного семестра. Все веб-задания будут неизменно вмещать в себя аналитический этап, так как поиск информации в сети интернет является основополагающим действием в веб-задании. Остальные же появляются при расширении объемов. Синтез. Это когда ученики по-иному соединяют полученную на предыдущем этапе информацию в какой-то форме ИКТ. Это могут быть презентации, какие-то записанные видео и так далее. Принципиальным различием синтеза от дискуссии выступает характер высказываний. В то время как при синтезе порождаемая речь является монологической, в дискуссии она носит либо диалогический, либо полиологический характер. Две минуты. И дискуссия позволяет в полной мере отразить коммуникативную направленность веб-заданий, поскольку дискуссия может принимать письменную либо устную форму. Письменная форма, к примеру, это блок учебной группы, а устная – это та же видеосвязь, поскольку каждый сервис обрадает своей собственной спецификой. Та же видеосвязь, например, я могу в реальном времени сбрасывать ссылки на сайты, либо же использовать, как сейчас, демонстрацию экрана. В аудитории, очевидно, так сделать не получится. И таким образом полный перенос интернет-проекта по английскому языку в информационное пространство позволяет гармонично развивать и коммуникативную, и ИКТ-компетенции. И при выполнении заданного преподавателем маршрута у учеников появляется возможность добыть, проанализировать и обсудить информацию с помощью интернет-технологий. На этом все. Большое спасибо за внимание. Я вижу, вы говорите, но, к сожалению, у вас, кажется, не включено. Какой уровень владения языком ваших учеников? Я работаю в лицее, и там в среднем, как в любых общеобразовательных учреждениях, максимум это B2. B2, и они справляются с всеми этими поисковыми заданиями легко или... У меня была возможность использовать лишь краткосрочные, и с краткосрочными у них получается. Главное в данном действии правильно сформировать инструкции. То есть во время процесса, тот этап, который я назвал маршрут выполнения, к каждому перечню необходимо дать подробное описание действий, которое должны делать ученики с этими ресурсами. Если это описание... Извините, пожалуйста, вы закройте, пожалуйста, свою презентацию, Никитина, участник. Хорошо. Спасибо. Спасибо. То есть, если эта инструкция выполнена достаточно подробно и ясно, то учащиеся старших классов с 9 по 11 вполне могут с этим справиться. Тематика у них приблизительно какая? Тематика напрямую зависит от профиля обучения. То есть, тематика... Здесь отчасти можно применять ESP или же CLIL методики. В зависимости от профиля можно... CLIL, вы имеете в виду софт CLIL, конечно. Да, да. Потому что невозможно на этом уровне полностью перенести на иностранный язык, там как-то между. И в зависимости от их профиля обучения можно подбирать. То есть, например, если гуманитарный профиль, то вполне очевидно можно сделать проект по русской литературе, поскольку вполне вероятно, что людям на гуманитарном профиле будет необходимо сдавать ЕГЭ по литературе. И таким образом можно соединить изучение иностранного языка и, как ни парадоксально, родной литературы. Вопросы, пожалуйста, к Сергею Сергеевичу есть? Совершенно очевидно, что такие веб-квесты очень важны для повышения мотивации учащихся, особенно в средней школе. Но насколько эффективны они именно в плане постановки английского языка, постановки грамматики, постановки вокабуляра, процессе работы над интересной темой. Да, ребята увлекаются, и они отвечают на вопросы, они говорят, они пишут. Но насколько совершенен этот иностранный язык, который они при этом используют? И дают ли вот такого рода квесты возможность оценивать грамматическую и лексическую сторону речи и совершенствовать ее? Это хороший вопрос в действительности. На мой взгляд, основной стороной, на которой фокусируется в квест, является именно лексика. Потому что грамматические навыки, к сожалению, не могут поддаваться контролю в таком формате. Однако навыки пользования лексическими единицами вполне легко, потому что при выдаче заранее подготовленных ресурсов, то есть преподаватель же их сам подбирает, он может, например, взять и подогнать все это под трехфазовую модель работы с текстом при чтении. То есть он может при текстовую фазу взять и выдать сформированный заранее список слов, которые там будут встречаться для того, чтобы снять лексические сложности. После выполнения же чтения или же слушания, там может быть и то, и другое, из-за мультимедийности, во время постетекстового этапа, во время этапа дискуссии, либо же синтеза, преподаватель может проследить частотность употребления этих лексем и их уместность. Поэтому в этом плане веб-задание вполне хорошо может использоваться для улучшения лексических навыков, плюс это позволяет выйти за пределы учебно-методических комплексов, так как можно выдавать лексику, которая отсутствует в используемых в курсе иностранного языка учебников. Можно выдавать лексику, которая смежная по теме, опять же, в профессиональной направленности. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы, Сергей Сергеевич? Вопросов нет, но Валентина просит поделиться ссылками и источниками, если можно, Сергей. Да, я могу скинуть сейчас в чат. Идем дальше по списку наших выступающих. Ольга Анатольевна, Дмитриевна, готова к вам? Спасибо. Вам предоставляется слово, и вы будете говорить о специфике кейсовых и информационно-цифровых технологий. Да, да, да. Пожалуйста, отцом. Так, не срабатывает. Скажите мне, пожалуйста, что мне нужно задать, чтобы расширить презентацию? Она расширена. А, все расширено? Спасибо. Уважаемые коллеги, я рада вас приветствовать. И мой, в принципе, доклад, он очень тесно связан с предыдущим докладом, с веб-квестами. Поэтому, ну, продолжу, скажем так, начатую тему. Мы с вами все столкнулись. Единственное, в отличие от предыдущего докладчика, я работаю в УЗИ со студентами, причем студентами технических специальностей. В настоящее время мы столкнулись с вами с тем, что в соответствии с существенным смещением акцентов в высшем профессиональном именно образовании приходится разрабатывать и активно внедрять в нашу практику инновационные образовательные технологии, новые модели и принципы, и инструменты работы со студентами. И как раз компетентно ориентированные стандарты нашего высшего образования нового поколения значительно влияют на содержание, реализацию образовательного процесса. И мы полагаем, что одним из наиболее адекватных методов формирования и развития рекомендуемой стандартной компетенции, применительно к формированию профессиональной неязычной подготовки будущих наших студентов, будущих наших специалистов, наших студентов, является как раз кейсовый метод. Это интерактивный метод обучения. При обучении английскому языку, я преподаю английский, в неязыковом вузе суть этого метода заключается в осмыслении, критическом анализе и решении конкретной практико-ориентированной проблемы. Как раз кейса с целью формирования у студентов профессиональной иноязычной подготовки. К нами были выявлены некоторые особенности этого метода. Они здесь представлены как раз на данном слайде. Кейс, как правило, всегда носит проблемный характер. Он дает возможность работы именно в группах студентами, а не индивидуально. Кейс позволяет применять в процессе обучения коучинг, суть которого заключается в раскрытии когнитивного, синергического и других потенциалов наших студентов. Также позволяет использовать краткую информацию. Но я не буду перечислять, в принципе, здесь все видно. Единственное, на чем я хочу остановиться, что кейс именно характеризуется синергией, то есть суммарный положительный эффект от групповой работы студентов. И для нас это важно. В ходе анализа научных, научно-методических источников по данной проблеме и также учитывая свой собственный опыт по созданию интерактивных профессионально ориентированных кейсов для обучения именно языку профессии, в неязыковом вузе, еще раз повторяюсь, нами было выявлено, что фактически любой, в принципе, преподаватель на основании собственного опыта, накупленных материалов, которые у нас у всех, большой багаж, мы самостоятельно вполне можем смоделировать кейс. И процедуру моделирования и обсуждения кейсов при обучении английского языка можно как раз представить в виде следующих этапов. Это формулирование проблемы в рамках той темы, которую вы изучали. Это стратегическое проектирование модели кейса, то есть выбор конкретно практикоориентированного случая, который содержит вокабуляр по пройденной лексической теме. Это методика сбора данных и так далее. Далее это подбор, конечно же, разноплановых, аутентичных материалов по проблеме кейса, синтез получа ранее первичных обобщений, например, в виде презентации, которую мы представляем своим ребятам. И, конечно же, это администрирование спроектированной модели с целью выявления и устранения каких-то возможных недостатков, с которыми студенты могут столкнуться. И, конечно, на финал это обсуждение уже созданного кейса в группе со студентами. Заключительный этап предполагает рассказывание истории, когда ребята делятся приобретенным опытом, знаниями. И нужно заметить, что мы сталкиваемся как раз с тем, что мы работаем со студентами-технарями, ну так называемыми, да, и они как раз-таки нас очень многому могут научить именно в плане технической, с технической стороны. Необходимо отметить, что кейс применяется, конечно же, на заключительном этапе работы над какой-то лексико-грамматической темой. К этому моменту студенты уже владеют необходимыми языковыми средствами, в том числе терминами, профессиональной лексикой, какими-то фразами, клише, которые им понадобятся затем для раскрытия той коммуникативной ситуации, с которой они столкнутся. Так вот, со стороны студентов, каков алгоритм работы студентов над кейсом? Работа, естественно, начинается в группе с детального разбора самого названия того кейса, который они получают. Далее студентам предоставляется краткая история, происходит постановка цели, там озвучивается проблема, с которой они сталкиваются. Для удобства интерпретации кейса студенты снабжаются ключевыми словами, либо с помощью миднепида, либо или-или-или облаков тегов по обсуждаемой тематике, обеспечиваются разноплановой информацией о событиях, которые предшествуют или сопутствуют событиям данного кейса. Для принятия студентами адекватного решения в ходе изучения самого кейса приводятся мнения авторитетных, извините, лиц. То есть это примеры блогов, микроблогов, где ребята могут выслушать, послушать людей уже, которые имеют какое-то мнение по данной проблеме. Студенты получают ряд вопросов для мозгового штурма. Для разностороннего и полноценного анализа изучается то, каким образом проблема нашла отражение уже в массовой, либо в поп-культурах, и приводятся различные аутентичные видео, аудиоматериалы, содержащие мнение, опять-таки, лиц, которые сталкивались, экономистов, топ-менеджеров, политиков, кого угодно. И на заключительном этапе предполагается как бы рассказывание истории, то есть решение кейса, извините. И здесь как раз нестандартный формат изложения материала очень даже приветствуется. Мы получаем от ребят такую реакцию, что они нам представляют и отчеты, и презентации, и социологические исследования. Вашему вниманию я хочу просто показать, был вообще у нас в Институте лингвистического и педагогического образования, в НЕТЕ мы разработали ряд таких кейсов, как раз в течение последнего года, в период пандемии, в период дистанционного обучения, когда нам приходилось, ребят, активизировать. И вот как пример, это кейс на тему Apple Incorporation, The Way to Success. Что мы предложили? Мы ребятам изначально предложили на первом этапе это лексика, мы показали им видеорекламу данной компании, где мы отработали основную лексику, с которой мы столкнулись. Далее, почитали тексты, далее опять-таки тексты. Задания однозначно, конечно, мы направляем, то есть мы даем аутентичные тексты, но, допустим, задания здесь нужно было прочитать, ставить заголовки по истории создания. Далее, поработали, был listening, использовали материал Voice of America, причем, если вы посмотрите, то задания были дифференцированы под различные уровни студентов. Посильнее, послабее, то есть я делила ребят на группы, и для каждой из групп были свои собственные задания. Как я уже говорила, знакомен с поп-культурой, был предложен ролик из всем известного мультфильма «Футурама», где проигрывался и показывался как раз этот Apple, опять-таки, тоже с заданиями. И на финал, вот он, решение как раз кейса. Ребятам было предложено заполнить асоциограмму, и те, кто хотел сами, они нам также предлагали и показывали свои уже в форме презентации решения по тем темам, которые, опять-таки, их заинтересовали. Ребята делали нам презентацию «History of the company», «The most popular products», «Slogan advertising of the company» и так далее и тому подобное. Ну, спасибо за внимание, очень тяжело в рамках 10 минут как бы все это показать, рассказать и поделиться, но если будут вопросы, конечно, я рада буду ответить и пообщаться лично. Спасибо огромное, но мы надеемся, что еще будет возможность. Если время останется, нам никто не мешает вернуться к докладам, к вопросам, которые заинтересовали. Скажите, пожалуйста, а на сколько академических часов был рассчитан вот этот ваш кейс про Apple? Ну, здесь я бы сказала, что это больше было рассчитано на самостоятельную работу студентов, которые у нас отводятся, часы в нашей программе. Единственное, что была проведена, скажем так, в рамках одной из пар, ознакомительная вот эта пара по Apple, и затем уже студенты работали в самостоятельном режиме. Я еще раз говорю, мы это опробировали именно в период пандемии, когда нам приходилось с ними работать дистанционно в Zoom. И у нас платформа на Google Classroom для каждой группы у меня была создана, ну, вообще у нас у всех преподавателей создана под каждую группу свой класс, и мы общались с ребятами вне, скажем так, аудиторных часов в Google Class, где они нам представляли свои материалы. Да, это, наверное, требует больше пременных затрат от преподавателя, но вот в рамках самостоятельной работы студентов мы вот отводили вот это время им и работали через платформу Google Classroom в том числе. В таком случае каждый студент работал автономно, у них не было вот этой тиму, групповой работы? Они работали, как бы, они делились между собой на группы, и как они работали вне меня, они однозначно работали в группе, и писали они от группы, и выходили мы с ними на связь, они приходили именно своей группой. Естественно, что приходилось им также вот работать. Сейчас, когда мы вышли в аудиторию, да, иногда бывает так, что на паре прям я применяю какие-то моменты из кейсов и на паре отвожу, там они, конечно, работают прям вот, делимся, расходимся по разным углам, скажем так, в аудитории, и они работают в группе. Ну, это такие прям вот минимальные какие-то совсем моменты. Но именно вот на работе в дистанции очень-очень помогало именно их скооперировать и заставить их побольше общаться вместе. Есть ли вопросы? Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы. Добрый день, Зубкова Мария, Севастопольский государственный университет. Подскажите, пожалуйста, когда студенты делились на группы для работы с кейсами, они делились сами, или же все-таки вы их делили на группы? Я делила я на группы и старалась ребят смешивать. То есть обязательно в группе был студент, который хорошо владеет английским. И как бы группы были разноплановые. То есть вот в одной из своих учебных групп я их поделила именно по уровню. Прям была группа студентов, которые сильно владеют, хорошо. Вы же понимаете, да, 30 человек в группе, у них у всех разный уровень английского. И в одной группе я поделила, именно в качестве эксперимента была группа с хорошим владением языком, средним, скажем так, да, то есть они примерно были одного уровня. А во второй своей одной из групп я их поделила разнопланово. То есть были в группе и слабовладеющие языком именно. Но зато, как показала потом практика, и как я увидела, вот эти ребята, которые слабо владеют английским языком, они с технической стороны такие вещи иногда показывали и помогали своим коллегам. И опять-таки было условие, что я должна, когда они решают и показывают решение своего кейса, слышать мы должны всех. Поэтому говорили, старались говорить все. И опять-таки, когда я их поделила на слабеньких, ну скажем так, да, извините за такое, на слабеньких и сильных, я столкнулась с тем, что на финал в решении, когда они делали решение, вот эта презентация у слабой группы, где с английским было совсем плохо, им было очень тяжело вот свое решение именно в плане английского преподателя. Поэтому сейчас я, кстати говоря, стараюсь вот отделить, смешивать слабых и сильных вместе. Спасибо вам огромное, Ольга Анатольевна. Следующий у нас Анна Сергеевна. Здравствуйте, да, слышно меня? Готовы? Да. Слышно. Готовы. Да, да, пожалуйста. Тогда я запускаю демонстрацию. Хорошо. Секундочку. Я хотела бы благодарить организаторов конференции, участников. Я очень рада, что конференция состоялась в онлайн-формате, но состоялась, потому что все-таки очень... Я лично ждала эту конференцию, раз в два года она проходит, и я очень с интересом отношусь к выступлениям, которые здесь можно услышать. Спасибо огромное. Я непременно передам организаторам вашу благодарность, а также Маше, наш технический ассистент, которая очень-очень тесно связана с организацией. Спасибо огромное за такой высокий оценку. Спасибо большое организаторам. Тема моего выступления сегодня это создание проектов в формате цифрового повествования со студентами, изучающими китайский язык. Но сразу подчеркну, что китайский язык это абсолютно не ключевой здесь, язык мог бы быть любым, английским, немецким, французским. Поэтому, если есть коллеги с другими языками, я надеюсь, что тоже будет полезно и интересно обменяться опытом. Но начать мне хотелось бы с того, что перед современным преподавателем сейчас стоит очень много задач, в частности, секция наша это подтверждает, что помимо основных задач преподавания нам нужно повышать эффективность образовательного процесса, степень вовлеченности учащихся. И что самое главное, увеличивать долю их самостоятельной работы, о чем говорила сейчас Ольга Анатольевна. Нам нужно расширять формат взаимодействия, не только работать в аудитории, но выводить процесс за рамки аудитории, чтобы студенты получали такие задания, которые мотивировали бы их на самостоятельное выполнение, на поиск каких-то ресурсов и самостоятельное совершенствование знаний, о владении иностранным языком, без уже непосредственного контакта с преподавателем, а потом, возможно, эти задания представлять в виде каких-то проектов, каких-то кейсов, но выполнять их самостоятельно. Собственно, одним из инструментов, которые помогают преподавателю организовать такую работу, является использование технологии создания цифрового повествования. В русском, в русских источниках можно найти такие термины, как цифровой эссе, цифровой рассказ, но по сути это перевод английского термина digital storytelling. Слово storytelling тоже есть в русском языке как заимствованный, я думаю, что оно так или иначе у всех на слуху, потому что оно используется абсолютно, то есть оно используется не только в преподавании иностранных языков, а это у нас также инструмент инструмент, который можно использовать в преподавании других дисциплин. Что такое storytelling? Это искусство увлекательного рассказа. В российской педагогической практике это разновидность нарративного метода, но главное отличие в том, что это повествование должно быть обязательно увлекательным. А цифровое повествование сочетает в себе не только, собственно, рассказ, но и представление этого рассказа с помощью различных мультимедийных технологий. Как я уже сказала, цифровое повествование используется сейчас очень активно на Западе в преподавании разных дисциплин, химии, биологии, окружающего мира, потому что этот метод способствует решению сразу нескольких задач. Он повышает мотивацию учащихся, поощряет исследования, формирует навыки критического мышления. Кроме этого, все мы сейчас понимаем, что студенты и школьники, которые приходят к нам, они настолько уже хорошо используют цифровые технологии, что для них просто работа с учебником или пересказ, или создание какого-то просто устного рассказа часто не несет какой-то интерес, не несет большого интереса. Им увлекательно использовать какие-то инструменты и представлять свой рассказ, в том числе в форме какого-то цифрового продукта. Если мы говорим об историях, то их создание очень увлекательное, и оно обычно интересно и школьникам, и студентам. Это такой процесс, который вне возраста обычно. И история — это всегда живое, интересное повествование. Если мы будем говорить об историях, созданных на иностранном языке, то здесь мы с помощью создания истории можем решить еще такую задачу, как создать хорошую связь между эмоциями и сюжетом, грамматическим, лексическим материалом. То есть здесь получается такой комплекс разных задач, которые мы решаем. Я сейчас перейду непосредственно к практической составляющей, потому что, я думаю, самая большая ценность — это понять, как это на практике можно реализовывать и в чем есть плюсы. Я использовала эту технологию в предыдущий год, когда мы были на онлайн-обучении, с ребятами, которые изучали китайский язык на первом курсе. Изучение было с нуля, но к тому моменту, как мы создавали проект, уже у них был определенный лексический, грамматический запас. Задачи, которые я ставила перед собой здесь перечислены, это развить коммуникативные навыки учащихся, увеличить словарный запас, улучшить навык построения повествования, навык творческого письма, закрепить пройденный лексический, грамматический материал, повысить беглость и грамотность речи, улучшить произносительные навыки. Здесь я бы хотела сказать, что поскольку ребята самостоятельно работают над этим проектом, то может возникнуть вопрос, как они могут улучшать свои произносительные навыки без контроля преподавателя. Но я думаю, что это очевидно, когда ребята записывали много раз аудиодорожки к своей истории, они сами об этом говорили, они, во-первых, начинают сами слышать свои ошибки, поскольку, когда запись есть, они ее переслушивают и сами могут уже отследить где-то, где были некие шероховатости. Кроме этого, естественно, много необходимости несколько раз перезаписывать, она тоже способствует тому, что в итоге фраза оттачивается и они выступают как сами контролерами своей грамотности, так и просто сами начинают более критически подходить к тому, как они произносят что-то, как они фразу вообще, с какой скоростью они ее произносят. Ну, также развить творческое мышление, повысить мотивацию и способствует совершенствованию умения парной и групповой работы, но у нас была в основном работа в парах, потому что историю они создавали в мини-группах по два человека. Этапы работы можно разделить на три главных этапа и есть шаги в каждом этапе. Первый этап – это подготовительная работа, знакомство с формой цифрового повествования. Здесь мы смотрели три истории цифровых формата стори-теллинга на английском, китайском и русском языке и выделяли их ключевые особенности, что характерно для цифрового повествования и старались обсудить это возможности на китайском языке, но частично приходилось на русском, если касался вопрос каких-то технических элементов. Дальше была постановка задачи и выбор формы повествования. И здесь очень важно преподавателю, основываясь на уровне владения языком студентов, предложить им адекватные формы повествования, потому что они могут замахнуться на ту форму, которую они не смогут просто реализовать в результате того, что у них еще не хватает умений. И здесь, конечно, для первого курса это какие-то персонализированные истории, либо китайские мифы, китайские сказки, легенды о китайских праздниках. И есть такой в китайском языке интересный феномен, как фразеологизмы, и есть историники, которые существуют, они записаны, как этот фразеологизм появлялся в языке. И, как правило, если не знать эту историю, не очень понятно, откуда этот фразеологизм. И эта история в виде цифрового повествования очень интересна и хорошо запоминается. Второй этап – это создание цифровой истории. Здесь очень много инструментов. Сейчас есть очень много разных инструментов, которые помогают истории создать. Но я использовала инструмент, ребятам рекомендовала Пао Тун. Можно посмотреть. Я сейчас дальше покажу историю, и там будет понятно, как она создается. И третий этап – это презентация и рефлексия. Мы демонстрировали результаты работы. У нас было онлайн-занятие. Был фестиваль цифровых историй. Эти истории оценивались по критериям. Я сейчас их не буду перечислять, но были выработаны критерии. И был также приз зрительских симпатий, та история, которая больше всего запомнилась. Я покажу кусочки истории. Немножко буду перекручивать. Перематывать. Мы都很喜欢 跟朋友们 在 кафе廳 聊聊天 做作业. Это рассказ о жизни детки в Китае. Она уже есть в Китае, и она тоже любит какого-то как она училась в Китае. Кусочек второй истории покажу. Это как раз история, которая рассказывает о возникновении фразеологизма. И тут были выбраны такие герои, как панды, хотя в оригинальном сюжете там три мудреца, которые собрались. Вы мамум, 我早就化完了, welt gazette, лю看我還给蛇 hic recharge на бенде corpo, бендеら là égal 大家都知道,蛇没有脚,你画了脚,所以你画的不是蛇. 不说,他说的对,我的是,就叫,画蛇天族. 还有,我发现了一件事,然后我们有个人问,什么是值得的, 什么是值得的,什么是值得的,什么是值得的, 什么是值得的,什么是值得的,什么是值得的, 这些是值得的,我认为,我认为,都能看得到很值得的, 最重要的,所有的学生都提到了高兴的高兴, 和我认为,说他们如何做这个数据的, 这个数据的选择,这geht搭认并不能来说的, 一项以前还用来玩什么东西。 我设计,我想说,我认为,我认为, 数据品牌的平台带不够用, 提供我们来说的选择, 数据的,小这些型格的通知, и повышать мотивацию, стимулировать интерес к обучению, и конечный цифровой продукт может быть использован преподавателем в дальнейшей работе, например, для демонстрации студентам младших курсов. Я здесь не освещала, как я это использую, я тоже создаю коротенькие истории, и для иллюстрации грамматики или какого-то материала, или прошу студентов эти истории озвучивать, они смотрят анимационное повествование, а текст придумывают сами. То есть это уже другая сторона, как преподаватель может это использовать. Большое спасибо за внимание, буду рада ответить на вопрос и закончу сейчас демонстрацию. Спасибо огромное. Вопрос, пожалуйста, коллеги. Можно вопрос, да, при дороге на Елена из ПБГУ. У меня такой вопрос, а какой уровень языковой должен быть у ваших студентов, чтобы пользоваться потом? Вот данные проекты мы развивали на первом курсе, ребята изучали 4 месяца иностранный язык до этого. Но, естественно, чем выше уровень владения, тем интереснее можно строить истории, можно затрагивать какую-то проблематику. Здесь, к сожалению, не получилось. Также можно объяснять какие-то, вот, например, в экономических, при изучении уже китайского бизнеса, да, аспект экономического, можно какие-то понятия вот тоже визуализировать, рассказывать, объяснять. И это интереснее сделать на примере истории, например, фирма, как она там организуется, что должно быть у фирмы, какие. Ну, то есть это дальше, чем выше уровень языка, тем интереснее можно использовать этот инструмент. Сейчас пока были просто истории какие-то личные, либо вот иллюстрации, как я сказала, мифов, да, что-то, чего-то такого, что можно пересказать. Спасибо большое, очень интересно. Анна Сергеевна, а тематику, так сказать, плод, да, какую-то линию поставить, ну, вы сами задаете, или ребята могут предлагать свои какие-то вещи? Я в данной ситуации, я им предлагала выбрать несколько форм, либо вот личную историю, и мы обсуждали, какие они могут истории с их уровнем языка рассказать, да, то есть вот истории связаны с обучением, с их опытом пребывания за границей, либо, как я уже перечислила, китайские мифы, китайские пословицы, то есть истории создания, что они могут найти уже материал в интернете, как-то его сами, ну, как-то с ним взаимодействовать и сделать коротенькую историю из этого. Но, естественно, преподатель должен как-то направлять, иначе они могут замахнуться на то, что им сложно будет, и сделать это не очень правильно. И в итоге мы получим, как бы, продукт, но не сможем его оценить. Есть еще вопросы? А тогда можно еще коротенький вопрос? По вашему мнению, вот те временные затраты, потому что я так предполагаю, что они огромны. А вот на самом деле оказалось, что вообще нет, как у меня, как у преподавателей, вообще они минимальные, поскольку мы отвели одну пару на это, чтобы я объяснила, в чем их задача, ну, чуть больше одной пары, и познакомилась с инструментом. Создавать вот такое цифровое повествование у меня сейчас занимает тоже очень мало времени. Самое долгое – это озвучивание и наложение вот этого аудио, поскольку это требует перезаписи обычно. А вот эта анимационная составляющая, она на сайте очень сделана просто, и вот сейчас я делаю какой-то ролик за полчаса, например, двухминутный. Вот, то есть это на самом деле действительно, ну, по временным затратам несложно. У ребят это заняло чуть больше времени, поскольку надо было, конечно, придумать сюжет, расписать и сделать технические реализации. А можно ли, вовсе, баланс времени между созданием и выходом чисто вот языковых? Смотрите, ну, во-первых, мы так или иначе требуем их просить пересказывать какие-то истории, но делать это по шаблону, конечно, скучно. Я не говорю, что это задание должно быть раз в месяц, но как вот какое-то задание в виде проекта, которое мы даем на 3-4 недели, оно вполне оправдывает. И главное, что мы, как преподаватели, имеем потом свою библиотеку вот этих цифровых историй, которые также при онлайн-обучении очень здорово использовать. Я не сказала, что когда мы проводили вот этот фестиваль историй, ребята задавали вопросы создателей истории по содержанию, и те, кто смотрели, они должны были ответить. То есть это некое такое аудирование, и отвечать по такой истории намного интереснее, чем по тексту. Соответственно, потом я планирую эти истории показывать ребятам младших курсов в качестве двухминутных таких, и задавать эти же вопросы на какие-то детали, на какие-то, ну, это, мне кажется, очень, действительно, потом можно дальше использовать, очень удобно. Спасибо огромное. Вопрос можно? Один вопрос можно? Вопрос можно. Вы не могли бы еще раз уточнить, на какой платформе можно записывать вот такие двухминутные ролики? Да, я сейчас скину ссылку в чат, но их очень много, может быть, даже сейчас несколько скину. Первый, просто он бесплатный, есть функции, и их хватает для того, чтобы ребята создали свои истории, но есть уже там платный аккаунт, и можно больше сложнее делать эти истории. Да, сейчас я напишу в чат. И будьте любезны, повторите, пожалуйста, еще ваш электронный адрес, если будут последующие контакты. Да, я тоже скину в чат, если будет необходимость, я с радостью продолжу. Это очень интересно не только для первокурсников, но еще и для более продвинутых этапов изучения. Спасибо, да, обязательно сейчас поделюсь контактами. Спасибо большое нашему выступающему. Следующий по списку у нас идет... Мария Александровна Зубкупа. Готова? А, здесь, по-моему, целая группа, да? Да, Добрый день. Лысенко и Юлия Александровна Ивановна. Да, Лысенко Владлена Владимировна и я, Зубкова Мария Александровна, мы присутствуем. Доклад будет делать Владлена Владимировна. Пожалуйста. Да, всем здравствуйте. Сейчас я запускаю декорацию. Спасибо. 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 Мы опять возвращаемся к платформе... Запустилась, да? Да, запустилась, только F5 надо нажать. Спасибо. Так, все работает, да, уважаемые коллеги? На весь экран презентация еще не загрузилась. А сейчас? Нажмите на компьютере вверху кнопку F5. Я нажимаю, но, к сожалению, да, возможно, в таком формате, так как мы из Крыма и транслируемся через браузеры VPN, так как Zoom, как уже упоминали, у нас работает вот так. Вот тогда в таком формате, да? Да, хорошая, да, значит, очень видна. Коллеги. Презентация видна. Владлена Владимировна, презентация видна, несмотря на то, что не на весь экран, поэтому, я думаю, стоит начинать. Ну, по-моему, там все и так понятно. Давайте не будем терять время. Так, она исчезла. Презентация слетела. Так, прошу прощения, да, что-то... Обычно вот все всегда работает, потому что по Zoom мы часто... Немножко подождем. Так, появилась. Презентация видна? Да. Звук не восстановился. Так, вот, да. Почему-то все время показ видео у меня останавливается, когда я пытаюсь включить. Презентация сейчас видна? Да. Да, да, то есть я могу начинать. Спасибо. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Меня зовут Лысенко Владлена Владимировна. Я аспирант Института стратегии развития образования Российской академии образования города Москвы, а также старший преподаватель Севастопольского государственного университета кафедры иностранных языков. Мы представляем вашему вниманию доклад на тему «Опыт внедрения электронного учебного курса на базе LMS Moodle». Процесс глобализации и информатизации кардинально влияет на развитие современной системы образования. Академическая мобильность, а также внезапное распространение коронавирусной инфекции повлекло за собой вынужденный массовый переход учебных заведений России в формат электронного обучения в сжатые сроки. Между тем, СИФГУ быстро адаптировался к новым реалиям, так как электронные учебные курсы в поддержку дисциплин разрабатывались с 2018 года. В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации четко сформулировано определение понятия «электронное обучение». В СИФГУ электронное обучение осуществляется на платформе Moodle, так как это оптимальное решение для организации дистанционного обучения, в рамках которого можно придерживаться индивидуальной образовательной траектории, внедрять педагогические инновации и повышать мотивацию обучающихся. В Севастопольском государственном университете создана электронная информационная образовательная среда для обеспечения освоения образовательных программ в полном объеме, независимо от местонахождения обучающихся. В 2018 году в университете принято положение об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, регламентирующих порядок взаимодействия участников учебного процесса. Создание электронного учебного курса на базе SDO Moodle можно разделить на три этапа. Этап проектирования, этап разработки и этап экспертизы. На этапе проектирования были сформулированы цели и задачи, разработана модель электронного учебного курса, определен учебно-тематический план и спроектирован педагогический дизайн. На этапе разработки был создан и наполнен сам курс на платформе Moodle. После его внедрения в процесс обучения и апробации в курс также были внесены дополнительные изменения. На третьем этапе курс прошел внутреннюю экспертизу. При построении электронного учебного курса мы придерживались следующих принципов. Интерактивность, эргономика и дизайн, гибкость, модульность, адаптивность, идентификация, соблюдение авторских прав. Внедрение курса на платформу Moodle осуществлялось в поддержку дисциплины иностранный язык. Основными критериями были выбраны критерии соответствия международному опыту построения содержания языкового образования, критерии наличия теоретической и практической составляющих элементов содержания курса, критерии соответствия эффективности распределения учебного времени и самостоятельной работы обучающихся. В соответствии с данными принципами и критериями группой преподавателей кафедры иностранных языков на платформе LMS Moodle был разработан электронный учебный курс «Английский язык» уровень Intermediate B1 Plus для студентов вуза, владеющих средним уровнем знания английского языка. Электронный учебный курс был разработан для самостоятельной работы студентов к учебнику Cambridge English Empower Level Intermediate. Каждый раздел курса состоит из четырех частей с последующим тестированием для проведения контроля и фиксации академических успехов студентов по мере освоения материала. Часть A и часть B ориентированы на изучение и отработку лексических и грамматических конструкций. Часть C направлена на развитие коммуникативной практики. Ди предназначены для формирования навыков письма. Рассматриваемый электронный учебный курс имеет четкую структуру. В введении представлены краткое описание, общие сведения касательно планируемой учебной деятельности студентов, обозначены цели, задачи и тематические разделы. Для повышения мотивации обучающихся в начале курса размещена видеопрезентация, содержащая основные требования к освоению материала и организации работы. Каждый тематический раздел включает инфографику, словарь, интерактивные лекции, интерактивные задания для отработки лексических и грамматических конструкций, тестовые задания, творческие задания и элементы для синхронного и синхронного обучения, такие как видеоконференции, чаты и форумы. Также возможности системы Moodle позволяют организовать эффективный процесс изучения иностранного языка, проводимый в едином веб-пространстве за счет наличия инструментов, подходящих для создания интерактивного мультимедийного образовательного контента. Одним из таких элементов является элемент H5P, который является интегрированным в Moodle элементом, с помощью которого можно как создавать, так и внедрять интерактивное содержимое со сторонних ресурсов. Журнал оценок курса настроен по средне взвешенному баллу. Коэффициент приоритетности у всех заданий разный. Большая часть оценивается автоматической платформой Moodle. Некоторые элементы, такие как форум, оцениваются преподавателем. Каждое задание имеет свой коэффициент приоритетности, и журнал оценок можно с легкостью использовать как ведомость для больно-рейтинговой системы, которая действует, например, в нашем университете. В результате внедрения электронных учебных курсов в обучающий процесс мы выявили ряд проблем, к которым относятся следующие проблемы. К техническим трудностям мы относим недостаточное количество оборудованных аудиторий, чтобы студенты могли работать одновременно все за компьютерами. Технические сбои в SDO Moodle. Со стороны преподавателя такими трудностями выступают недостаточная информационная и коммуникационная компетентность преподавателя, проблемы идентификации личности студента при выполнении заданий и контрольных мероприятий, асинхронность в работе преподавателя и обучающихся, и высокая трудоемкость, конечно, при разработке курса и работе с ним. Со стороны студента недостаточная мотивация, нарушение ритма жизнедеятельности студента и отсутствие возможности участия студентов в процессе обучения работать в электронном учебном курсе. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, рады на них ответить. Скажите, пожалуйста, на сколько академических часов рассчитан ваш курс? Наш курс рассчитан на 36 часов самостоятельной работы студента. То есть если дисциплина иностранный язык, допустим, это 72 часа, 36 часов аудиторного и работа из 36 часов самостоятельной. Пропорционально к вашему основному учебнику, насколько приблизительно, какая там четвертая, третья приблизительная часть в часах курс и учебник? Я поняла. Значит, учебник Empower Intermediate B1 Plus, там 10 юнитов. Представленный курс содержит 5 юнитов, 5 разделов на первый семестр обучения. То есть на второй семестр у нас тоже к следующим 5 юнитам, но уже отдельный тоже курс внедрён есть. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, команда, которая разрабатывала этот электронный учебник, она состояла только из преподавателей иностранного языка или у вас были и программисты в вашей команде? Латлина Владимировна, можно я отвечу на вопрос? Разработчиками являлись только преподаватели кафедры иностранных языков. До этого мы прошли обучение, то есть прошли повышение квалификации на базе нашего университета, 107 часов. Нас научили создавать данный курс. Мы отработали на практике, то есть по окончанию мы представили элементы, то есть не целый, ну практически разработанный курс, но в не таком большом формате. И затем, конечно, мы уже определились с группой авторов и приступили к этапу проектирования. То есть компьютерщиков не было в нашей группе. Только преподаватели иностранного языка. Приобрели вторую профессию. Да, навыки, по крайней мере. К чему нас призывали на первом пленарном заседании? Да, спасибо. Больше нет вопросов? Есть ли еще вопросы? По времени, все понятно, что у вас уже были знания и умения, как это все создавать. А по времени сколько ушло на создание этого учебника? Мы создавали... В 2018 году вы показали? Два года? Да, мы создавали, ну курс мы создали, мы просто работаем уже с ним, внедряем его в учебный процесс уже в течение двух лет. Но разработка была у нас в авральном режиме в течение лета, то есть за три месяца мы разработали первую часть. За вторые три месяца мы разработали вторую часть на второй семестр. То есть у нас курс состоит из двух частей. Поэтому три месяца мы плодотворно работали с коллегами. Анда Крэша, она всегда отстегивает. Да, еще такой момент, что время, большое время было потрачено на то, чтобы самим в качестве студента пройти, в роли студента пройти данные курсы, чтобы найти какие-то неточности, сбои системы, опечатки и так далее, и тому подобное. Например, столкнулись с такой сложностью, как интеграция внешнего сервиса в наш курс. Мы столкнулись с тем, что его невозможно оценить. То есть разработали большой объем материала, интересный, интерактивный, но, к сожалению, он не оценивается. Так что вот сталкиваемся с трудностями. Да, если кому-то интересно, да, то вот, например, платформа Learning Apps, если ее через H5P внедрять в Moodle, то вот она не оценивается. То есть студент выполняет задание, он видит перед собой, что, окей, вы успешно выполнили задание, но в журнале оценка не фиксируется. Вот такой вот момент. Спасибо огромное. Есть ли еще вопросы? Нет? Тогда мы переходим к следующему докладу. Это Елена Станиславовна и... Елена Александровна. Санкт-Петербургский университет. И это у нас немецкий язык. Пожалуйста, готова? Сейчас, секундочку, я... Да-да-да. ...закажу презентацию. Очень странно, не могу загрузить презентацию. Елена Станиславовна, попробуйте вы. Неожиданно очень. Спасибо. 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 Да, вот, кажется, получается. Извините. Так, и я нажала кнопочку. Ну, кто первый тогда теперь? Вопрос. У кого загрузилась? Загрузила я. Как-то странно видно теперь на экране, но... Я надеюсь, что мое сейчас не включится. Да, ну все. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вам тему нашего доклада. Особенности организации и проведения онлайн-занятий по иностранному языку в неязыковом ВОЗе. Переход на дистанционный формат обучения стал одним из самых обсуждаемых событий за прошедший год. Проблемы, возникшие в связи с новым форматом обучения, положили начало широкой полемике среди работников сферы образования, студентов и их родителей. При этом особенно эмоциональную реакцию общества и СМИ вызвала дискуссия о качестве онлайн-образования и о его недостатках в сравнении с традиционной формой обучения. И тем преподавателям, которые с утра до ночи сидели за компьютерами, готовясь к занятиям, изучая различные интернет-ресурсы для того, чтобы учебный процесс не пострадал, чтобы студентам было интересно на занятии, чтобы они продолжали и дальше эффективно заниматься. Конечно же, не очень приятна такая позиция общества. Безусловно, онлайн-обучение имеет свои плюсы и минусы. И при переходе на дистанционный формат мы, как и вы, столкнулись с тем, что приемы и методы преподавания, используемые на аудиторных занятиях по иностранному языку, перестают приносить желаемый результат, а значит, должны быть пересмотрены и адаптированы под новые условия обучения. Очевидно, что основную роль в успешном обучении иностранному языку по-прежнему играет преподаватель, который помимо знания своего предмета должен обладать специальными навыками и в области информационных технологий, уметь применять их в процессе обучения, выбирая при этом наиболее подходящие в зависимости от дидактической ситуации. Далее мы хотели бы более подробно остановиться на некоторых принципах обучения иностранному языку, которые реализуются благодаря онлайн-обучению более эффективно. Например, принцип наглядности. Благодаря различным способам визуализации информации онлайн-занятия по иностранному языку становятся более интересными и содержательными, повышают мотивацию студентов. Во время занятия преподаватель может демонстрировать, как можно найти необходимую информацию на сайтах на иностранном языке, а также осуществлять совместный поиск или просмотр видео на иностранном языке. Также появляются дополнительные возможности для реализации принципа доступности и посильности, поскольку современные программы позволяют составлять учебные задания с постепенным повышением уровня сложности. Реализация принципа доступности в условиях дистанционного обучения проявляется и в том, что на онлайн-занятиях могут присутствовать также и в больные студенты, которые... студент говорил, извините, ко мне пришел врач. И когда студенты заранее предупреждали, что во время занятия будут в пути, в машине или в аэропорту, и из-за этого могут быть помехи. Но тем не менее они присутствовали на занятии и занимались. Также, когда кто-то не может присутствовать на занятии, они просят сделать запись, чтобы позже просмотреть ее и самостоятельно выполнить задание. Современные технологии позволяют обеспечить индивидуальный подход каждому студенту с учетом его возможностей. Безусловно, это отнимает больше времени при подготовке к занятию, но во время занятия преподаватель может давать индивидуальные задания некоторым студентам, используя для этого функции личных сообщений или закрытого канала, не отвлекая при этом остальных студентов от учебного процесса. Большую значимость во время дистанционного обучения приобретают принципы сознательности и активности. В зависимости от мотивации студента, его осознанного подхода к обучению и от его самостоятельной активности, формирование иноязычной коммуникативной компетенции может быть более или менее эффективным. Далее моя коллега Елена Александровна расскажет вам о тех трудностях, с которыми могут столкнуться студенты и преподаватели при переходе на дистанционный формат. Да, я прошу прощения, я не буду включать камеру, потому что что-то у меня не получается совместить презентацию и камеру. Ну вот трудности, с которыми могут столкнуться студенты, представленные в нашей презентации, это прежде всего тревожности или психологический дискомфорт. Это трудности, связанные с процессами саморегуляции, то есть умением обучаемых самостоятельно организовать свою работу. Это также трудности, связанные с уровнем развития коммуникативных навыков, то есть умением задавать вопросы и давать на них ответы, реагировать на реплики преподавателя и остальных участников занятия. Но в основном строить коммуникацию на онлайн-занятии по иностранному языку представляется сложнее, чем оффлайн, и перечисленные трудности ведут к снижению активности обучаемых во время онлайн-занятий и как следствие к меньшей эффективности обучения. Секунду. От преподавателя подготовка к онлайн-занятиям требует значительных временных затрат, связанных как с более детальным изложением учебного материала, так и с необходимостью удержать внимание слушателей, поддержать непрерывный эмоциональный контакт с аудиторией и снизить утомляемость студентов. Справиться с этими задачами поможет продуманная организация урока, логическая последовательность заданий и активное использование интернет-ресурсов для дополнительной визуализации и интеракции. Официальной платформой, на которой преподаватели СПБГУ до сих пор проводят занятия по иностранному языку, является и другим предметом тоже, является Microsoft Teams. Данная платформа создает целостное пространство, в котором участники дидактического процесса могут постоянно взаимодействовать между собой в режиме реального времени. Среди множества функций, позволяющих эффективно использовать и организовать взаимодействие преподавателя со студентами, в первую очередь следует выделить возможность непосредственного общения и визуального контакта через веб-камеру. И, безусловно, возможность видеть всех участников процесса, учебного процесса на экране, помогает создать этот эффект присутствия и настроиться на работу. Но здесь сразу нужно сделать соговорку. Я думаю, что такой проблемой столкнулись большинство из нас. Нам приходится вести нам, преподавателям, занятия перед черным экраном. И многие студенты очень неохотно используют веб-камеру. И связано это как с техническими трудностями, со слабым интернетом, плохой оснащенностью, так, конечно, и с проблемами самодисциплины. При этом довольно интересным для нас были наблюдения некоторых методистов и наших коллег-преподавателей, которые утверждают, что выключенная камера и вообще формат дистанционного обучения позволяет многим студентам снять так называемый эмоциональный блок и почувствовать себя более свободно на занятиях. Ну, таким же субъективным фактором является и домашняя обстановка, в условиях которой обычно проходят дистанционные занятия и которая не всегда положительно влияет на самодисциплину студентов. Многим сложнее воспринимать информацию и полностью сконцентрироваться на изучении материала. Отметим также наличие такой функции, как демонстрация экрана, которая позволяет просмотр заранее подготовленного учебного материала на экране всеми участниками онлайн-занятия. Это может быть текстовый документ, презентация, слайдов, видеоролики, ну и так далее. Целью занятия по иностранному языку в неязыковых вузах является прежде всего коммуникация. И если у преподавателя нет возможности видеть обучаемых, то следует использовать другие средства поддержания контакта, чат, интерактивную доску для совместной работы. Организовать работу в Teams помогает и функция распределения студентов по каналам, где они могут работать в парах или в группах. А у преподавателя, в свою очередь, есть возможность переходить из одного канала в другой и контролировать, а также координировать работу обучаемых. При использовании всех функций интернет-платформы следует помнить, что только продуманный план занятия поможет избежать неловких пауз и перерывов в учебном процессе. И в некоторых случаях необходимо заранее детально разрабатывать пошаговые инструкции для студентов, например, при использовании нового электронного ресурса или при объяснении домашнего задания. Эффективными для поддержания мотивации, вовлеченности обучаемых в учебный процесс, по нашим наблюдениям, и я думаю, что все коллеги согласятся с нами, здесь было уже немало примеров приведено, это, конечно, цифровые ресурсы, гемификация обучения. И последние позволяют создать более комфортную обстановку на занятии и снять временную и пространственную ограниченность, присущую традиционному обучению, и превратить рутинный процесс в увлекательную игру. В настоящее время в сетевом пространстве достаточно много, достаточно большой выбор образовательных игровых платформ. Наши преподаватели использовали Kahoot, Quizlet, Vaccaro, WordWall, WhiteReader, ну и многие другие. Как и при традиционной форме обучения, домашние задания при онлайн-занятиях могут быть как письменными, так и устными, и для удобства работы преподавателей и обучаемых необходимо унифицировать форму, в которой должны выполняться письменные и домашние задания. Преподаватель должен четко сформулировать требования к оформлению времени и дате отправки письменных заданий. Это поможет студентам верно распределить свое время и соблюдать сроки сдачи. При всем разнообразии интернет-ресурсов, по нашим наблюдениям, не следует пренебрегать и новыми методиками обучения. Например, в рамках повышения квалификации для преподавателя СПБГУ был проведен цикл лекций «Интерактивные методы преподавания в системе современного образования», рассчитанные на 27 часов и разработанные на основе новых методик работы с текстовыми и графическими материалами, активно пропагандируемых сегодня в Барт-колледже. Нью-Йорк – это партнер факультета свободных наук и искусств СПБГУ. Такие техники, как фрирайтинг, фокус фрирайтинг, текст рендеринг, текст экспложен, надо сказать, активно уже применяются и в том числе и на занятиях по иностранному языку, и их применение по отзывам коллег и студентов дает более чем положительные результаты. Существенным недостатком онлайн-обучения является невозможность полностью проконтролировать самостоятельность выполнения задания. Ну и здесь только опыт преподавателя может помочь верно оценить знания студента, ну, например, на основе дополнительных спонтанных вопросов и интеракции. Вот, наверное, на этом мы хотели бы закончить. Спасибо огромное. Не могли бы пояснить... Можно вернуть... Да. Вернуть в предыдущий слайд. Диалектикал наутболпс. Да. Это очень интересный метод. Он основывается на том, что... Обычно за основу берется текст, и обучаемым предлагается сначала его самостоятельно прочитать, и затем выделить два или три тезиса, с которым они согласны и с которым они полностью не согласны. О тексте, извините, очень важно. О жанрах текста. А вы знаете, могут быть самые разные жанры на самом деле. Ну, как пример могу сказать, что вот со своими студентами третьего курса я пробировала текст о стрессе. Это где-то уровень А2+. Им было предложено... Дается таблица, это просто четыре столбика. В первый столбик они пообещают тезисы из текста, выбранные самостоятельно, с которыми они на сто процентов согласны, и с которыми не согласны. Во втором столбике... Не перефразируя их. Абсолютно нет. Нет-нет, не перефразируя. Просто выписывая из текста, ну, перенося, да, потому что все делается в электронной формате. Во втором столбике они должны, ну, написать свои аргументы. Почему они согласны, почему нет. В третьем столбике они обмениваются между собой своими аргументами, и как бы следующий партнер, он уже аргументирует или отрицает аргументы своего партнера. То есть такая цепочка выстраивается. То есть, да, лаптикал отсюда. Да, да, да. Идет вот это вот в обличение всех, да? Да, да. Спасибо огромное. Вопросы, пожалуйста. А можно следующий слайд посмотреть? Вот платформы... Спасибо большое. А вы не могли бы эти платформы в чат еще... Да, конечно. Хорошо. Вопросы еще, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот по итогам практически года работы в режиме дистанционного обучения есть ли такие приемы онлайновой работы, которые вы считаете необходимыми сохранить в будущем, когда мы все-таки перейдем окончательно на оффлайновую работу в классе? Можно я начну отвечать? А Елена Александровна, возможно, дополнит. Мы проводили анкетирование студентов и как раз задавали им этот вопрос. Когда мы вернемся в аудиторию, хотели бы они, чтобы мы продолжали какие-то приемы применять. И вот студенты тогда отмечали, что да, и всем очень нравится кахот. Для них это игра, им очень нравится, они конкурируют между собой, но мы на самом деле можем этот кахот использовать и в качестве теста, и в качестве просто упражнения. И в аудитории, когда у всех студентов есть телефоны, тоже вполне можем проводить. Один из приемов однозначно. И я думаю, что вот что касается квизлета, изучения лексики, тоже нужно продолжать применять при возвращении в аудиторию. Ну вот моим студентам очень также понравился последний, вот этот Write Reader. Мы работаем по учебникам Шрите, и почти к каждому уроку идет история в картинках. Картинки очень легко переносятся вот на этот сайт. Это такая книга, получается интернет-книжка с картинками и с пометками преподавателя по тексту, который прослушивается уже на аудио. Им довольно интересно и полезно этим пользоваться. Просто посылаешь ссылку, и они могут еще раз все пересмотреть. Я думаю, с ссылками все ознакомились и, наверное, сфотографировали. Закроем. Да. Да, пожалуйста, спасибо. И есть ли еще от участников нашей секции, членов нашей секции вопросы? Пожалуйста, а в чате нельзя ли продублировать эти ссылки тоже? Вы знаете, во-первых, насколько нам известно, идет запись вообще всего. С этими материалами можно будет ознакомиться. Может быть, сегодня на пленарном или где-то пояснят поподробнее. Но я знаю, что пленарные заседания, они в ютюбе даже будут выложены. А вот наши семинарские, очевидно, каким-то образом они будут тоже сохраняться. Об этом говорил Дмитрий Александрович Коричков, собственно говоря, который все это и затевал в своей кафедре. Поэтому ссылки, очевидно, будут даны и будет доступ буквально каждой презентации. Поэтому все будет сохранено. Спасибо. Всего доброго. И следующее выступление... Следующее выступление Леденева Татьяна Викторовна, соведущий. И Зинкевич Нина Антоновна, которая вступит немножко позднее. Дорогие друзья, мы преподаватели МГИМО, и у нас принято вот на данной конференции «Магия МГИМО» выступать на том языке, который мы преподаем. Кроме того, тема нашего доклада, все примеры в ней, они англоязычные. И если бы мы давали примеры по-английски, а комментировали их по-русски, получилось бы такое варварское все-таки смешение языком французского с нижегородским. Поэтому, с вашего позволения, мы позволим себе говорить по-английски и приглашаем вас, по крайней мере, вот на время нашего обсуждения использовать все свои навыки владения английским языком. То есть, мы имеем в виду на интерактиве вопросов для вас. До того, что вы имеете в виду эту программу, Граммарли.com? До того, что вы используете в вашем работе, в вашем английском языке? И если нет, то, что для того, что вы используете? Can мы hear any answers? Are you familiar with this online? Well, I heard about it, but I've never used it. You've never used it. Okay, then we're happy probably to say a few new words about it and you might use it in the future. So, we used this application, Граммарли.com, to screen 100 essays submitted by MGIMO master's students specializing in international management, aiming to get a representative picture of the most common mistakes which require additional corrective measures. The topic for students' papers are based on the materials covered in the textbook English course for management masters preparing for the future level C1 as you can see. These topics encompass a long range of themes relating to this or that aspect of student specialism. Every master's student writes about 20 such papers during the course. Each essay is about 300 words long. Teachers check and mark the essay manually referring to the standard set of parameters which you can see here. It's part and parcel of our syllabus. And obviously Grammarly can't help us with this first part of the set of criteria. but it provided us with an alternative approach to assessing students' mistakes traditionally labeled as grammar, lexical or stylistic ones. Grammarly breaks down the results of the screened essays by five parameters correctness, clarity, engagement and delivery. As you can see the lion's share of mistakes 48% is attributed to the correctness parameter. Most of these mistakes are our traditional grammar and lexical ones. But not only as you'll see a bit later. Clarity the second parameter which can also be defined as conciseness, readability indicates how easy it is for the reader to grasp the meaning of the written text. Clarity problems account for 32% of mistakes that occur when students use too long, complex and wordy sentences. So it's our task to talk students to write sharp and concise texts to avoid awkward phrasing or unnecessary empty words. The other two parameters engagement and delivery point to dull and monotonous sentences, overused words and hackneyed phrases. According to the correctness filter, 50% of mistakes account for or punctuation accounts for 50% of mistakes. We are not going to focus on these punctuation mistakes today as we do not teach punctuation in our course, but we can draw two conclusions. Firstly, it's high time, teachers started drafting the course in British and American punctuation and secondly, Grammarly is an indispensable tool to screen any official paper document written by a foreigner advanced in English before submitting it to native speakers. The second type of prevailing mistakes, 20% are mistakes in the article. By the way, yesterday at the plenary session, it was pointed out by Professor David Singleton from Trinity College, Ireland that this mistake is relentless even the advanced learners of English writing and requires regular monitoring. In this case, Grammarly is pretty helpful for both teachers and students. Clarity, consciousness, and precision are reached by eliminating the so-called prepositional phrases. In most cases, these phrases can be replaced by correlating adverbs, adjectives, or possessive case. Grammarly suggests using no more than one preposition for every 10 to 15 words to make one's writing elegant and economical. Replacing subordinate clauses, with participle serves the same end, according to Grammarly. Yes, I'll continue. You can see probably the title of the slide is dendling or honey modifier. Dendling or honey modify is a modifier that has nothing to modify. Well, but our students still use it. Another mistake that Grammarly highlights. I have two minutes left. two minutes. Well, yes. You've stolen already several seconds from me. Well, unclear antecedent adds another 15% of the mistakes that blur the sentences through meaning. When the style when students overuse such expressions as sort of a kind of so to say well, they do not add anything to the content and grammar calls it calls upon users to remember that less is more. If we take and look at the last no, just written the previous one at the previous slide, we see that grammarly suggested cutting four words, but the meaning stays the same. Grammar expletives, well, they're also kind of structures with which start with it here or there and followed by the verb to be and you can see grammarly suggestions. Well, instead of here are some issues to consider before introducing the innovations but some issues to consider are this or that which sounds shorter more precise. Next slide is redundancy and very often well, it is obvious you can see that if it is in the future it will the future is redundant their own competence their competence quite enough and awful combination very wonderful right so extra intensifier weak words and hackney phrases besides structural improvements consistently recommends replacing weak words and hackney phrases with more expressive alternatives and as it follows from the table since we use such trite words as development improvement important difficult and here you can see probably in the next one yeah you can see synonymous replacements such as growth advancement improvement evolution expansion sometimes they're more precise more exact that the word development straightforward or judgmental statements our students are not quite aware of the existing understatement and sometimes they write blunt and judgmental sentences like here in some for small companies and KM knowledge management system is absolutely worthless right gravel suggests mitigates this harsh statement by using helpful is not very helpful important or worthy next slide well gender neutral words probably does not even need commenting apart from political correctness Gremlin notices words which considered to be not inclusive right overuse of passive voice Gremlin hates it probably because the parameter was academic writing in academic writing especially business writers and students write apart from essays some business papers as well well it is highly recommended to write an active voice Gremlin's comments are it's always good to know who did what and why probably and who's responsible well here we don't see any any mistakes well per se but and we can ignore because we can't trust grammar totally fully because grammar can as well one of the examples from this very presentation many report a considerable improvement after using or in their language in their writing after using but grammar understands it as many reports not many people report many users report the word businessman stands alone look stands refers to the word not businessman well and the grammar slogan is to earth human to edit is divine well but of course we should understand that grammar is no substitute for a teacher those are a lot of benefits first of all it's like a diagnostic instrument students can download their edited papers and refer to them later not to repeat the mistakes grammar suggests and does not insist and grammar explains and this is this is a advantage well compared to those of other analogous problems it helps enhance students vocabulary sensitive to the main business academic neutral whatever teaches punctuation the least developed skill and I think it would be very useful both for students and for teachers as well because it's very hard sometimes to distinguish between American punctuation and British punctuation it is very helpful here teaching students who can learn ourselves not grammar can be helpful for professional needs later on students graduate and get their university diplomas for editing documents writing letters emails even text speak or blogs grammar premium can do a lot more as well as grammar business thank you very much is вопросы is какие-нибудь вопросы 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 есть нет вопросов нет вопросов нет я хотела сказать большое вам спасибо за то что познакомили нас с этой замечательной программой я действительно о ней много слышала но не приходилось пользоваться и теперь я думаю буду использовать ее в своих занятиях вы знаете как можно это была в общем идея давно она как бы зрела вот вариант premium он конечно не не бесплатный за него нужно платить но периодически грэмолы дают очень большие скидки не вчера не дали как вчера пришла 50% скидка но решение нужно принять в течение 48 часов если вы подпишитесь на грэма ком и грэма чак вот грэма ком особенно грэма не грэма а грэма грэма дот ком они у них это наверное какие-то вот дочки грэмола я так предполагаю и они ведут очень много разнообразных блогов которые постоянно апгрейд апдейт они и грамматические и лексические там очень много советов интересных и при условии подписки это вас ничему не обязывает совершенно вам просто каждую неделю присылает очень интересную очень симпатичную информацию касающуюся языка я получаю удовольствие вообще от этого более того там дженнифа есть девушка которая отвечает за это она с вами может вступать в переписку можете задавать любые вопросы свои так сказать писать комментарии и так далее что там да и при условии подписки на грэма ком вы можете регулярно получать 20% скидку но нужно дождаться акций вот это 50-40% они позволяют применяют это очень часто но хорошая можно закончить и хорошая идея все-таки это собраться коллективом купить один установить на кафедральной компьютере это будет в общем-то очень большая польза я бы сделала так наверное потому что вы можете это просканировать какие-то работы какие-то что-то это в конце концов может не заменяет преподавательно но может вам справиться с огромным объемом письменных работ по крайней мере пройти вот такой вот начальную начальную их обработку а потом уже посмотреть согласиться или не согласиться с грэммолой огромное очень практический совет очень важный на самом деле передам на кафедре спасибо большое есть еще какие-то комментарии скажите пожалуйста а эта программа предназначена для работы с английским языком только с английским да честно говоря не интересовалась вот может быть но вряд ли мне кажется только английский только английский а что у нас арабский будьте любезны с английским с английским будьте любезны повторите пожалуйста вы сказали грэммолком подписаться и что еще наш грэммолком и грэммодотчек ага докчек спасибо ну у них очень много блогов причем есть потрясающие совершенно блоги касающиеся написания да да где-то среди этих материалов есть очень хорошие рекомендации по составлению библиографии то есть где-то вот программа которая вам очень поможет быстро составить составить библиографию для ваших научных работ статьи да еще тем более для монографии какая помощь правда если библиография огромная работа да посмотрите пожалуйста вот вокруг спасибо большое если больше вопросов нет да переходим к следующему выступающему это у нас тюмин Ольга Евгеньевна Яцевич операция работы с онлайн платформой Аниму теперь только включите сначала опять снова включите да вот вот сюда нажмите поделиться все и показывайте свою закрыт доступ нет 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 вы пока откройте свою педагогу сейчас секундочку здравствуйте тема моего доклада организация работы с онлайн платформой Анимота на занятиях по иностранному языку все мы прекрасно знаем что в марте 2020 года мы столкнулись с большой проблемой которую чуть позднее ВОЗ объявила пандемической и вот как раз в этот короткий промежуток времени нам нужно было разобраться с теми технологиями и ресурсами которые бы позволили не прекращать обучение даже в такой сложной ситуации вот как раз объектом исследования была магистрская группа второкурсников в которой я внедряла данную платформу согласно ФГО специальности по данному направлению от магистранта требуется решение ряда профессиональных задач которые как раз связаны с использованием современных технических программных средств учитывая тот факт что Анимота сопоставим со всеми типами устройств такими как компьютер ноутбук планшет и телефон а также его доступность и отсутствие монетизации потому что мы выбирали как раз тот вариант когда не премиум вариант а бесплатный также позволял решать общепрофессиональную компетенцию направленную на порождение новых идей можно сказать что Анимота в своем арсенале имеет много положительных моментов которые позволяют разнообразить обучение можно выпустить трейлер видеокниги лекции семинара нового пособия используя при этом имеющиеся на интернет площадке шаблоны сюжеты ролика могут варьироваться от рассказа о себе до планах на профессиональное будущее сопоставим как я уже говорила со всеми видами устройств которые мобильные и маломобильные а также нужно отметить тот факт что созданным видеороликом можно поделиться в социальных сетях таких как Facebook Instagram YouTube и Snapchat чат принцип работы с платформой очень прост и дополнительной подготовки не требуется можно использовать флеш-карты может применяться в любой предметной области когда мы работаем с терминологией вы сами знаете что заучивать студента какие-то термины это совсем непросто и во многих случаях не так необходимо как нам кажется сложнее привлечь студентов к ответственности и дисциплинированности во время дистанционного обучения создание как раз терминологических видеороликов с ключевыми понятиями помогает студентам сделать скучное занятие довольно-таки увлекательным во время проведения занятий на одной из привычных для нас платформ это может быть Zoom Discord или другие можно попросить студентов продемонстрировать свои результаты во время удаленной работы стоит еще одна непростая проблема перед преподавателем это оценивание вот как раз видео может служить инструментарием оценки и держит студентов постоянно занятыми а если мы имеем дело с группой новичков которых нам еще не пришлось воочию увидеть а их занятия как раз выпали на тот семестр когда открылся карантин то можно создавать видеоотчеты с визуальными картинками грамотности каждого участника образовательного процесса начинать можно с видео демонстрирующего что преподаватель хочет от обучающихся чтобы они сделали как наглядное визуальное ожидание их деятельности видео задания можно в дальнейшем структурировать развивая их на разбивая их на подрубрики добавляя рубрики указывая при этом на сайте класса электронного класса что вы хотите получить в результате на вводном задании в качестве домашнего задания студентам предлагают часто выполнить самопрезентацию elevator speech которая состоит из 30 секунд включает в себя 30 секунд и позволяет быстро и объемно рассказать о себе тема которую мы затрагивали и обрабатывали результаты на платформе называлась making contacts what personal tips to use making new contacts здесь можно было проанализировать какими стратегическими приемами пользуются обучающиеся и сделать соответствующие выводы которые уместились бы в 30 секундный ролик чтобы студенты не упустили занятия можно воспользоваться функцией объявлений при этом воспользоваться шаблоном который предлагает платформа еженедельный новостной шаблон сообщение можно разместить используя платформу дюкон принятая официальная образовательная площадка нашего университета разместить это все на своем веб-сайте или отправить по электронной ссылке используя функцию групповой рассылки непростая задача организации учебного процесса из стен дома можно дать студентам напутственные слова показать ваши любимые книги и познакомиться со своими домашними питомцами что позволит быть эмоционально ближе к аудитории и напомнит о том что ковид-19 усадив всех за парты дома объединяет тем не менее всех общей целью подгружаемые студентами работы можно компоновать видеобюллетенборд да видеодоску объявлений чтобы показать как вы гордитесь тем что они сделали можно скомпоновать слайд-шоу из работ каждого студента и объединить в одно слайд-шоу и поделиться им с педагогическим коллективом объясняя принципы и преимущества использования интерактивных платформ широкое распространение данной платформе можно получить используя тизер который в увлекательной форме предварит занятия по дисциплине активизирует имеющиеся знания и заставит волноваться и вдохновляться предстоящими занятиями видео дистанционного обучения дают студентам окно в мир снаружи когда ковид-19 заставляет нас всех застать дома и использование их может добавить глубину и интерес к онлайн обучению спасибо за внимание спасибо вопросы есть наше выступление и пассаж о домашних питомцев напомнил мне эпизод из моей практики во время пандемии когда один студент пришел с огромным котом который у него сидел на коленях и кот мяукала студент молчал и в результате я коту поставила пять студентов на идее кот студентов срамил вот вот такой данный данный платформа очень сходно с платформой паутон о которой сегодня говорила одна из участниц семинара ну что еще было делать во время пандемии изучать новые ресурсы и внедрять их в педагогическую жизнь это было настолько увлекательно что многие студенты так радовались что они могли научиться делать что-то новое когда преподаватель иностранного языка не преподаватель информатики способен научить чему-то новому пробудить интерес и не потерять при этом мотивацию это очень важно я боялась что у меня они потеряют мотивацию перестанут что-либо делать нет они сказали мы настолько увлеклись всеми ресурсами канва прези паутон анимота воки чувствовали себя совершенно как сказать не бледно по сравнению с другими студентами в других группах когда у них уже такая презентация более интерактивная красочная говорящая с масштабированием с другими спецэффектами есть огромное может быть еще вопросы Елизавета Тихомирова поднимала руку сейчас руки нету Елизавета у вас вопрос добрый день слышно ли меня да очень интересный у вас был доклад и действительно мы все старались использовать много разных платформ и много интерактивных компонентов для своих занятий мне интересно просили ли вы разрешение своих студентов размещать их работы на общее обозрение потому что сейчас такая очень интересная ситуация некоторые студенты считают что без их разрешения их работы нельзя показывать даже если ты не показываешь их авторство и они начинают страшно вредники по этому поводу но может быть это только наши таличные шутки у нас к счастью таких студентов нет им наоборот было интересно как скреативили их сокурсники согруппники каких-то идей новых черпали в работах других студентов как замечательно дай бог чтобы всегда так было и чтобы люди всегда хотели делиться тем что они узнали и радовались что кто-то хочет на это посмотреть спасибо спасибо большое если нет вопросов тогда у нас еще Евгения Владимировна Александрова пожалуйста вам слово сейчас я демонстрирую сейчас включу о включилось все теперь хорошо видно да очень хорошо слышно здравствуйте еще раз уважаемые коллеги я хочу сначала поблагодарить организаторов конференции за такое продуманное размещение докладов потому что так получилось что можно сказать что теоретически основы того о чем я сейчас буду говорить уже были предложены нами нам в докладах Андрея Андреевича Сергея Сергеевича вот и они основывались на работах Павла Викторовича Сысоева который был официальным оппонентом его инсеркционного исследования и вот я хотела бы предложить вам доклад который я назвала об обучении работе с информацией на примере италоязычных постов в социальной сети Facebook прежде чем говорить непосредственно о работе в социальной сети Facebook я хотела бы обратить ваше внимание на федеральные государственные образовательные стандарты 2016 года согласно которому выпускники бакалавриата по направлению международные отношения должны владеть следующими компетенциями универсальными компетенциями такими как УК-1 это способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации применять системный подход для решения поставленных задач и УК-5 который заключается в способности воспринимать межкультурное многообразие общества в социально-историческом этическом и философском контексте а также выпускники таких программ должны обладать общепрофессиональными компетенциями которые вкратце были выделены в основные ключевые моменты эти компетенции в частности ОПК-2 это способность применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры и требований информационной безопасности ОПК-3 способность выделять систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности ОПК-4 способность устанавливать причинно-следственные связи давать характеристику оценку общественно-политическим социально-экономическим событиям и процессам выявляя их связь с экономическим социальным и культурно-социационным контекстами а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном микрорегиональном национально-государственном региональном и локальном уровне и также ОПК-5 способность сформировать дайджесты аналитические материалы общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах и средствах массовой информации и также было замечено что современное поколение постоянно находится в социальных сетях постоянно мониторит такую сеть социальную как Facebook английский термин scrolling скролл сквиток прокрутка в итальянском часто используется тот же самый термин английский либо эсплорационный ну а мы по-русски называем это просмотром пролистыванием или мониторингом социальной сети и было решили придумать такой некий алгоритм для того чтобы студенты не просто так находились в социальных сетях а черпали нужную информацию была определена тема по которой студентам предлагалось работать это тема политика в Италии и работа в социальной сети была разделена на четыре этапа первый этап был подготовительный здесь большое количество времени было уделено именно подготовительной работе именно преподаватель должен был это все подготовить второй этап это уже непосредственно работа со студентами в классе третий в аудитории третий этап это именно подготовка студентов научение их алгоритму действия для того чтобы они работали дома и четвертый этап это этап усвоения алгоритма действия для того чтобы работать в сети в социальной сети фейсбук было отобрано пять итальянских общедоступных общественно политических групп это важно потому что студенты могли должны были спокойно войти в эту группу и смогли бы читать посты в одной из итальянских групп были выбраны группы небольшие по количеству участников от одной тысячи до пятнадцати тысяч человек мы не рассматривали медиаресурсы такие как Ла Република и прочие медиаресурсы итальянские с тем чтобы иметь возможность читать комментарии и видеть непосредственно живое живой отклик итальянской аудитории на те или иные вызовы общества таким образом вот из предложенных преподавателям пяти групп здесь на слайде уместилось четыре было выбрано четыре был отобран голосарий по теме были отобраны ключевые слова отобраны четыре текста аутентичные социальные сети фейсбук с большим количеством ключевых слов и слов из глоссария далее были отобраны тексты которые лишь отдаленно соответствовали теме которая была заявлена и три текста которые никаким образом не соответствовали заявленной теме далее в классе студентов ознакомили с глоссарием ну как правило это студенты все-таки уровня B2 C1 то есть они многие из этих слов знали для них они являлись чем-то новым какие-то слова были действительно новые далее происходило чтение и перевод текста конкретного итальянского поста то есть полностью аутентичного с ключевыми словами происходил анализ содержания текста также анализировались некоторые комментарии к этому тексту и после проведения такой подготовительной работы студентам предъявлялось в рандомно предъявлялись тексты с большим количеством ключевых слов с небольшим количеством ключевых слов и тексты которые не соответствовали тематике то есть студенты должны были четко определить какие тексты соответствуют тематике какие нет и делалось это на определенное время то есть им нужно было выбрать именно те тексты которые соответствовали тематике политика в Италии ну как бы приблизить вот эти вот это обучение к условиям реального времени когда они сидят планшетом телефоном и просматривают новостную ленту далее вот я хочу предложить большой такой пост вот пять шесть параграфов максимум такие тексты были предложены студентам для более детального изучения слова были выделены также делом глоссарий с переводом с объяснением этих слов на итальянском языке то есть проработана полностью лексика которая сейчас используется итальянцами в социальной сети далее в аудитории студентов студенты попросили подписаться на одну на пять итальянских групп общеполитических и доступных студентов было заявлено десять тем которые вы видите на слайде и после этого они дома должны были отобрать пять текстов отработать их и проработав информацию должны были составить глоссарий доклад по заданной теме с анализом содержания текста и высказать мнение итальянцев то есть что итальянцы думают по тому или иному по той или иной тематике далее в классе были заслушаны эти доклады произошло обсуждение этих докладов также в классе уже на ограниченный период времени было проделано то же самое задание только студентам дали другие темы произошла ротация этих тем и вот в результате такого алгоритма которым мы научили студентов можно сказать что студенты отметили увеличение скорости просматривания ленты новостей более качественный мониторинг этой ленты новостей отметили более качественное осмысление текстов постов критичная оценка просматривания материалов и конечно же увеличение словарного запаса почему был выбран итальянский язык в данной ситуации помимо того что студенты его изучают еще потому что как показала практика в социальных сетях фейсбук итальянцы очень часто используют диалектные слова очень часто используют ненормативную лексику и вот надо было научить студентов продираться через вот эти лексические завалы чтобы найти именно то что их интересует ну вот вкратце спасибо вам за внимание если есть вопросы я с удовольствием на них отмечу спасибо спасибо огромное Евгения Владимировна и пожалуйста вопросы Евгения Владимировна Евгения Владимировна скажите пожалуйста итальянцы очевидно посты пишут большого объема что можно их изучать как тексты потому что вот у арабов например в фейсбуке они все пишут однотипно и очень кратко да вот именно поэтому был выбран фейсбук и то есть не твиттер ни какие-то другие социальные сети и итальянцы действительно очень любят писать и комментарии у них могут быть так параграфа на два три они в этом плане любят себя выражать и кстати в этом плане английский текст английский пост они более краткие для итальянцев в общем ну вы очень интересно нашли подход мне кажется потому что действительно изнутри вот посмотреть на картину общества изнутри да вот что думают именно сами жители коренные по поводу каких-то проблем это очень интересно и на самом деле это продуктивно то есть не то что говорят официальные СМИ по тем темам а именно что думают итальянцы еще итальянцы чем хороши что они еще пока не совсем боятся выражать свое мнение в отличие от американских пользователей социальных сетей то есть у них как бы а можно задать вопрос каким образом составлялся глоссарий вы использовали для этого какие-то технические средства потому что я сейчас освоила один замечательный ресурс для составления глоссарий глоссарий составлялся таким образом что мы во-первых просмотрели вот эти пять постов четыре поста которые мы выбрали и как бы из них выбрали слова и ключевые слова потом также в итальянском на итальянском ресурсе нашли слова которые ну как бы совпадали скажем с тем что мы нашли в текстах и вот таким образом то есть это было это был ручной труд то есть если у вас есть какой-то ресурс и вы им готовы поделиться это будет очень интересно на самом деле ресурс конечно английский но я думаю что по большому счету так как он на интернете основан то возможно там он и другие люди поддерживают это я не сообразила уточнить он называется virtual writing user замечательный ресурс он позволяет делать очень красивые глотарии прямо с куда можно внести произношение слова и пример употребления в конкретном тексте который вы читаете и даже изображение если ваше слово можно визуализовать очень красиво виртуал прайки отпишите пожалуйста в чате всем пожалуйста попробую да попробую я просто телефона поэтому сейчас я попробую виртуал writing tutor сейчас я напишу ну я написал ну в этом плане итальянцы не имеют такой базы как англоязычный ресурс чуть-чуть поменьше базы и мы использовали также книги по политике Италии рассматривали содержание этих книг то есть оттуда брали еще основные термины да кивоэльс оттуда брали очень интересно если нет вопроса ну нам очень у нас выступил последний докладчик вернее мы прослушали последний доклад и пора как-то подвести итоги мне бы хотелось чтобы может быть вы дорогие коллеги что-то сказали о том как мы с вами три часа практически три часа поработали будьте добры нет комментариев никаких если можно я выскажу с благодарением за такую возможность принять участие в интересной конференции на пленарном заседании было сказано что было более 400 заявок а принято только 320 нам приятно быть среди этих участников мы участвуем первый раз по крайней мере вот с коллегой и конечно нам бы хотелось в дальнейшем принимать участие потому что доклады интересные разноплановые и всегда приятно повысить свою квалификацию узнать что-то новое поэтому благодарим организаторам благодарим вас как ведущих спасибо большое и коллеги также хорошего вам рабочего дня спасибо большое от ведущих организаторам вы можете наверное написать какие-то комментарии я думаю еще там будут и пленарные заседания или какая-то форма для этого представится потому что организаторы всегда ждут фидбэк обратной связи им интересно конечно насколько это было продуктивно насколько это было интересно полезно и поскольку такая конференция проходит раз в два года то конечно какие-то желания какие-то замечания какие-то выводы принимают свое внимание выводы делаются приглашаются где-то ведущие для пленарных заседаний и даже для мастер-классов зарубежные специалисты поэтому если вы хотите оставить какие-то свои замечания пожелания то для этого возможность очевидно будет вот нам как советующим тоже хотелось тепло поблагодарить вас за такое активное участие за разноплановые действительно и интересные сообщения мы все в этот очень трудный год работали ну собственно работали для студентов нарабатывали какие-то свои знания надстраивали и в этом плане видите от каких-то небольших успехов в освоении определенных программ до масштабных уже сетевых проектов о которых говорил по-моему Андрей Андреевич говорил Кузнецов да он откланялся так ушел по-английски но велел всем передать привет очень 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 такой масштабный проект видите чтобы человек сидя перед собственным компьютером мог управлять целой такой образовательной электронной образовательной системы это конечно грандиозно но находки и методические находки технические находки очень многих выступающих порадовали потому что все мы вместе делаем одно большое дело вот и в свою очередь мы желаем вам сил здоровья крепкого вдохновение на новые такие вот наши профессиональные подвиги дальше программа у нас по программе по 15 часов пленарное заседание с двумя очень интересными докладами один русский второй английский и потом закрытие поэтому присоединяйтесь пожалуйста приезжайте мгимой еще все самое самое доброе было приятно выход на пленарное заседание по кнопочке на главной странице конференции в ютубе я могу сейчас показать спасибо большое вот видите вот главная страница вот и на этой главной сейчас вот прямо на главной странице пленарное заседание будет транслироваться на youtube канале мгимо и вот здесь вот стрелочка да то есть вы просто на эту стрелочку нажимаете и оказываетесь на пленарном заседании идет стриминг спасибо большое вам огромное преогромное спасибо всем вам доброго спасибо большое до свидания до свидания до свидания спасибо спасибо всего вам доброго